Добрый вечер, в эфире программа «Редколлегия» и за этим круглым столом Анна Жураковская из «Аргументных факторов», Дарья Вчленко из «Ахмосковой Думы». Добрый вечер. Да, я, соответственно, как всегда веду эту программу, хотя в прошлый раз меня подменяли. А я, давайте сразу традиционно спрошу у Анны, так как у нее есть доступ к тому, какие новости их ресурса смотрели больше всего. Спрошу, на какие новости больше всего заходили на этой неделе. Ничего не меняется, к сожалению, в подлунном мире. К сожалению, криминал на первом месте, педофилы и так далее и тому подобное. А что, на этой неделе какие-то были очередные новости? Да, буквально сегодня. Посадили, дали 16 лет. Да, произносили. Произносили мне 14-летние девочки. К сожалению, здесь ничего не меняется. Объездная дорога пользуется, объезд Оренбурга пользуется популярностью. Вообще, дорожные новости последний месяц пользуются громадной популярностью. Удивительно было пару-тройку дней тому назад, когда мы выставили новость о том, что у нас будут какие-то рыбные соревнования, рыболовные. Эта новость заняла первую строчку, чему мы были несказанно рады. И удивлены, наверное. Мы были сначала удивлены, а потом обрадовались. Но хотя бы не убийства, а хотя бы рыболовные соревнования. Еще очень радостно, что у нас есть такой проект на сайте «АИФ ищет таланты». Проект фотогалерейный, то есть там фотографии люди сами присылают. И поэтому вот это очень популярная вещь. И вообще мультимедийные материалы летом людей больше интересуют. Картинки. Люди хотят картинки. Во-первых, картинки. А во-вторых, рецепты лимонадов, квасов. Понятно. Ну, я Дашу спрошу, что на этой неделе ее зацепило больше всего. Насколько я понимаю, Даша была на законодательном собрании на этой неделе. Ну, как впечатление? Чувствуется ли там дыхание приближающихся выборов? Или нет? Ох, какой сложный вопрос. Иногда мне хочется задать встречное дыхание приближающихся выборов. Что именно вы имеете в виду? Ну, вы уже начали соответствующие там фигуры больше о себе заявлять. Ну, я думаю, в этом вопросе да. Потому что, в принципе, каждая фракция попыталась выдвинуть свой какой-то законопроект, свои поправки, отстоять их. Ну, например, ЛДПР, они выдвинули поправки к законопроекту об ограничении курения в общественных местах. Ну да, теперь, если что, если вы любите курить на остановках, а теперь не сможете, вы знаете, кому сказать спасибо. Посмотрел внимательно на меня Максим Владимирович. Я нет, я просто... Машинально. Тут всего-то два человека, на кого мне еще смотреть. Также, да, у них, они также предложили, и эта поправка была одобрена, ограничить продажу тонизирующих и слабоалкогольных продукций для лиц несовершеннолетнего возраста. И какой-то у них еще был такой законопроект, а, о том, что День родной школы становится региональным праздником. Ну, на мой взгляд, они такие легкие... Насчет алкогольных напитков вообще поразительная вещь. Запишать, запишать. Я думаю, что это обсуждается действительно, и вот Дашу спросили, что она выделила бы, а меня-то спросили, что читали, и не спросили, что бы я выделила. Но на самом деле запрет алкоголя, это уже принимает какие-то вообще угрожающие, гротестные формы, это просто катастрофа какая-то. Ну да, отметим, что и завтра запрещена продажа алкоголя, и 27-го, и так далее. То есть, как бы я понимаю, что люди в промежутках быстро затариваются, причем огромным количеством алкоголя. В газете Оренбуржии был вопрос на эту тему на этой неделе, и там один из ответов, он меня, конечно, просто поразил. Там одна из отвечающих девушек сказала, что вообще, конечно, идея-то хорошая, но исполняется неправильно. Зря сообщают, в какой день, и со скольки до скольки запрещают. Надо это делать неожиданно, и тогда эффект будет больше. Я просто представил себе это. Возмущение, которое будет... Нет, на самом деле, посмотрите, вот мы говорим возмущение-возмущение. Запретами алкоголизм не победить. И пьяные драки тоже. Мы говорим возмущение-возмущение, но никакого народного большого возмущения я эту тему не видел. Вот это опять любимая моя тема, особенно в студии Орен ТВ. Гражданская активность. Послушайте, ну, видимо, это не та тема, которая, в принципе, может вызывать эту гражданскую активность. Ну, на самом деле, у знакомого продавца купить алкоголь можно когда угодно. Это правда. К сожалению, но вынуждены нарушать закон люди. Вот что. Эта тема тесно связана с темой казахского алкоголя, да, потому что так или иначе... Который, кстати, тоже поднимался на законодательное сознание. Вот я как раз к этому и веду, да, потому что те, кто хочет купить, конечно, будут покупать какой-то нелегальный алкоголь. Казахстан лидирует у нас в регионе. Я думаю, что никто с этим не поспорит. Что на эту тему говорили на Заксоне? Депутаты пожаловались, можно сказать, правительству о том, что казахстанский алкоголь можно купить фактически в любом там окошке в селах Оренбурга. Вот, и в Оренбурге, на что губернатор области Юрий Берг сказал, что работа по предотвращению незаконной продажи такого алкоголя ведется круглосуточно. И каждый день к нему приходит начальник УВД и докладывает о том, какая была проделана работа, и якобы там уже есть успехи. Ну, конкретно каких-то поправок по поводу этого? Очень хорошая формулировка у Даши была. Депутаты пожаловались в правительство. Ну, формулировка как формулировка. На самом деле, мы же пресс-релизы получаем каждый день, да, и УВД тоже присылает пресс-релизы. Поэтому, когда я вижу в пресс-релизах 20 литров алкоголя задержали, мне становится уже даже не смешно. Ну, если раньше хотя бы я там думаю, ну, наверное... Вы считаете, что масштабнее должна быть? Безусловно. Если бы они задержали 2 тонны алкоголя или в 200 ларьках, в 200 окошках, там, я не знаю, в 50 хотя бы. Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле вот этот самый нелегальный алкоголь, этот самый алкоголь разного качества, давайте скажем, что в казахстанске бывает и качественный, бывает и не качественный. И это, наверное, вот так вот, если на вскидку сказать, самый доступный, самый понятный и самый яркий символ вот этого самого таможенного союза для нашего города. Потому что ни в чем в другом мы такой большой разницы, да, жили мы до таможенного союза и после таможенного союза, так остро не почувствовали вот так широкие массы населения. А вот этот алкоголь, который сюда проник, который убил несколько алкогольных сетей, да, в том числе, которые продавали качественный как раз алкоголь. Да, приличный алкоголь. Приличный, да, там, они просто были удалены с рынка, ну, потому что конкурировать с этим объемом из Казахстана невозможно. И вот как раз, наверное, когда говорят о таможенном союзе, говорят о каких-то эфемерных успехах, наверное, не лишним будет добавлять, что благодаря ему, благодаря или из-за, но для кого-то благодаря, кому-то берет, кому-то же нравится. Ну, кто-то и деньги зарабатывает, наверное. Да, 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 я про это и говорю. У нас получается то, что получается. На самом деле, тема алкоголя, конечно, была не центральной на заседании законодательного собрания. И вообще поправки, которые предлагали ЛДПР, касающиеся вот этого здорового образа жизни, они проходили без обсуждения. В принципе, все их поддержали. А вот что обсуждалось? Самый первый вопрос, который касался исполнения бюджета за 2014 год, вообще полтора часа заняло обсуждение. И вот там разгорелись такие нешуточные споры. Дело в том, что Татьяна Машкова сказала, что исполняемость бюджета составила почти 100%, причем нам удалось сократить дефицит бюджета в 3,5 раза, отметив, однако, что валютный долг у нас, конечно, вырос в связи с колебаниями евро. Но, извините, не мы его брали, как говорится, в 90-х, и вот сейчас нам приходится за него отвечать. Какое-то таинственное предприятие. Ну, все знают, кто это брал. Это новотройское предприятие, известное, брало. А дело ведь в другом, что действительно правительство здесь ничего не может сделать, потому что есть определенный график, есть обязательства. Даже не в правительстве брали кредит, а правительство уступало по обязательствам. Гарантам, по-моему. Да, даже 29. И что тогда? Это долг спишут? Не знаю, нет. Я думаю, что, конечно, там идет какая-то работа по списанию этого долга. Насколько оно будет удачно, я тут не берусь. Ну, так вот, при обсуждении этого первого вопроса был интересный момент, когда депутат «Справедливая Россия» Владимир Фролов сказал о том, что, вы знаете, вот вы говорите о тех социальных программах, которые вы провели, и деньги, основная часть бюджета была потрачена на эти программы. А ведь народу-то не нравится жить у нас в области. Они считают, что и уровень жизни низкий, и то, как работает правительство их не устраивает. И губернатор области достаточно резко ответил Фролову о том, что, знаете, не вам судить о работе правительства, а избирателям. Ну, тут, с одной стороны, конечно, не поспоришь с губернатором, с другой стороны, очень хочется понять, как он тогда себе представляет, кто избирал депутатов, не те же самые избиратели, которые вообще-то представляют как раз интересы избирателей. Тут, в общем, конечно, можно спорить, но если он так ставит вопрос, интересно, а такое большое количество убыли населения, то есть уезжающих людей, возраста как раз имеющих право голоса, это тоже такое голосование? Но это проблема не только Оренбургской области, справедливости ради. Оренбургской области, прямо скажем, в ПФО, да, совершенно верно. Ну, подождите, мы отмечаем о том, что у нас в здравоохранении все не так в порядке, не из оптимизации, из-за того, что нам кадров не хватает, специалистов не хватает. Получается, эти специалисты, они уезжают у нас из области. В том числе и медики уезжают, это так. Ну, на самом деле уезжают разные специальности, как уже говорилось, и медики в том числе, но здравоохранение вообще тема такая, что уже даже на федеральном уровне признали, что оптимизация и модернизация, именно это все привело вот к такому состоянию, какое есть. Именно эта оптимизация и модернизация теперь вынуждает врачей брать по полторы, по две ставки, по два участка и так далее. Там подобное качество не увеличивается, а наоборот, естественно, снижается очередь, и наоборот увеличивается и так далее. Здравоохранение все равно это одна из частей социального блока, да, то есть я не удивлена, что большинство потрачено на социальные программы, не потому, что это на программы и на развитие потрачено, а потому, что это и зарплаты бюджетникам, потому, что это выплаты, пособия и так далее и тому подобное, и это действительно так. И львиная доля любого бюджета. Я понимаю, что для большинства наших зрителей, слушателей, читателей, в общем, для потребителей наших средств массовой информации, наверное, это звучит красиво, что большая часть бюджета тратится на медицину, на социальные проекты. Но на самом деле важно понимать, что это говорит о том, что мы просто проедаем то, что зарабатываем и не развиваемся. Это говорит о том, что мы не так хорошо живем, что можем себе это позволить. Это говорит о том, что мы настолько плохо живем, что мы можем только потратить на самое необходимое. И все. Сейчас мы прервемся на рекламу, а потом уже вернемся в студию. Продолжаем мы нашу программу. Начали говорить мы о законодательном собрании. Давайте еще буквально пару пунктов этого ЗАГСОБа, пробежимся по ним. Первое. Вот Анна в перерыве вспомнила про Горобовского, который на этой неделе, на этом ЗАГСОБе сложился и полномочий. Очень быстро сложил, очень быстро все приняли. Вместо Неву, кого обещают? Нет, подождите, кого обещают и кто будет, это разные вещи. Просто АИФ написал. АИФ написал, действительно. АИФ написал об этом, о некой информации из собственных источников, но, опять же, не проверенной информации. Эту информацию проверить практически невозможно. С Александром Юрьевичем Нальвадовым мы разговаривали, и он говорил, действительно, что в течение двух недель должны региональное отделение партий из того партийного списка, который был на выборах. Вот это важно. Не просто кого угодно из партии, а из того партийного списка, который был, должны рекомендовать избиркому и дальше вся процедура. Госпожа из Курманаевского района, зав ЗАГСом, я не помню, к сожалению, фамилию и имя, якобы уже отказалась. Да, она отказалась, мотивировала тем, что ей осталось три года до пенсии. Вас не удивляет, вот вообще момент очень странный. Гробовский только вчера подал заявление, и за него проголосовали, а госпожа из Курманаевского района база вчера все это сделала. Вот такая страна у нас, видишь, все все предчувствуют. Страна предчувствия такого. Интуиции. Более того, ее интуиция говорит, тебе три года осталось работать. Я не понимаю, почему интуиция ей не скажет, что, будучи депутатом Законодательного собрания, она не должна увольняться своей работой. Ей никак не помешает это в ее работе. Она может спокойно дорабатывать, но вот она почему-то вот решила отказаться от этого. Честно говоря, я сейчас не готова, насколько ты прав насчет недолжного военства. Я тебе точно говорю, обрати внимание, что большая часть депутатов Законодательного собрания работают, многие из них работают в государственных органах. Вот насчет государственных органах, ну, наверное, да. Мне кажется, надо дождаться результатов того, что выберет партию, уже потом будет понятно. Ну, в общем, партия, скорее всего, выберет господина Димова, по крайней мере, об этом пишет АИФ. Он даже не хочет на интуицию полагаться, видишь? Ну, АИФ пишет, что будет Димов. АИФ пишет. Димова спросили же об этом, я уж не помню, какой сайт именно. Ориндей. Ориндей, да, он сказал, ну, не будем торопиться. Ну, он сказал, что если партия все-таки выберет его, он, конечно, с радостью, с благодарностью примет их решение. Ну, в общем, что и требовалось доказать. В общем, здесь такой момент, об этом все месяцы уже говорят, даже больше. Ну, вот, наконец, все дошли до какого-то законного такого момента, открытого. Я не понимаю, зачем секрет Польшинеля устраивает. Ну, знаете, мне кажется, что тут, в общем, интриги нет, зайдет или не зайдет. Интересно, зайдет он на какую позицию. Потому что я напомню, что после того, как САЛО, депутат САЛО, против которого завели уголовное дело, сложил себя полномочий заместитель председателя, его никто не занял, это место. И, в общем, там свободно место одного заместителя. А так как Димов, наверное, вряд ли захочет заходить просто депутатом, да, возможно, это место держит для него. Ну, в общем, все. Мы вам рассказали все вот эти вот кулуарные разговоры, которые ходят. Давайте закончим уже про ЗАГСУ. Правильно, он не был в повестке заседания, надо отметить. Но, я так понимаю, оппозиция предложила вначале его рассмотреть и вроде как согласились. Там тоже возникли дискуссии, споры. Оппозиция говорила о том, что необходимо провести депутатское расследование. Напомним, там есть какие-то несостыковки с картой схемы вот этого Базухского бора, о новых шести участках, которые вдруг появились неожиданно. Вот. И, в общем-то, если кратко, то вопросы отложили до проведения публичных слушаний. Когда будут эти публичные слушания депутатские? Вот эти все моменты постфактум вообще должны уже раздражать гражданскую активность. Ну-ка, ну-ка. Ну, смотрите, о том, что в Бузулуке собираются разрабатывать нефть, сколько мы слышим о том, что там законсервированные скважины, о том, что делаются попытки, это уже не два, не три и даже не пять лет. Ну, послушай, вот так вот по-настоящему... Еще при Альцовиче Чернышеве... Нет, Ань, я просто тебе напомню, что... Хорошо, по-настоящему два года. Нет, год назад, год назад, когда я впервые начал об этом говорить, у меня все крутили у виска и говорили, да ты что, да никто сейчас мне даст, такого не может быть. Год назад, реально так было. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, когда торги объявили? Ну, давай сейчас вспомним, когда объявили торги? Торги объявили в конце 2014 года. В конце 2014 года. В ноябре и в октябре 2014 года все газеты, все СМИ пестрелили этим. Да, да, да. А почему тогда нельзя было провести депутатское расследование? Почему тогда они не ездили в Москву? Почему тогда не собирали... Тогда ездили в Москву, я напомню тебе. Тогда ЗАГСОП, кстати, показал, наверное, самую смелую свою позицию за все свое время. Единственную. Единственную, да, это действительно так. Нет, я бы не стал... И на этом сложили крылышки и все. Ну, может быть. А сейчас очень красиво же можно оппозиции попиариться на том, что вот негодяи загубили бор и так далее и тому подобное. Ну, знаете, я с вами согласна в какой-то степени в этом вопросе, потому что мы разговаривали уже потом с представителями ЛДПР уже после ЗАГСОБа и спросили, а конкретно что вам даст вот это проведение депутатского расследования? На что мы сказали, ну, вы знаете, вот, ну, наверное, ничего, но справедливость какая-то, ну, не знаю, все равно нефть, наверное, будут добывать, это же как бы всем понятно. Мне все-таки хочется, мне кажется, что депутатское расследование должно показать, каким образом появились эти участки. Это действительно важный вопрос. Главное, поможет ли это реально спасти Безлухский бор? Что-то изменится после проведения этого расследования? Мне кажется, что это будет зависеть от того, насколько ситуация, в принципе, в стране поменяется. Потому что мы все прекрасно знаем, что подпись под разрешением этих всех работ стоит Владимира Владимировича Путина, да? И это его решение. Более того, мы знаем, что его однокурсник владеет, по большому счету, этим самым антипинским НПЗ или частью акций этого антипинского НПЗ. Мы прекрасно понимаем, что это история про самый верх. Это история про то, как друзья Путина захотели заработать еще каких-то легких денег, и вот они эти легкие деньги есть. Нет, это факт. Это факт. Что значит это факт? Они не хотят заработать денег, когда этот вопрос? Нет, они хотят заработать денег. Это не факт, что они друзья? Извини меня, на сайте антипинского НПЗ было прямо написано. Наши дела пошли в гору, я близко к тексту не цитирую, но близко к тексту говорю. После того, как в сосах акционеров вошел такой-то однокурсник Владимира Путина. Они прямо это написали, они этим гордятся. После этого не значит вследствие этого. Напомню вам все-таки эти вещи, поэтому... Ну, послушай, а не будем лукавить. Прямо скажем, что это так происходит. Просто мне, знаешь, во всей истории так же получилось, что у нас у одной сотрудницы бабушка попала в больницу, она начала ходить к ней ее там навещать. Она приходит оттуда с такими глазами, да, она так на все это смотрит. И она говорит, не понимает, стоп, а вот как? Туда же ведь какие-то деньги направляются, наверное, должны быть, да? И когда мы смотрим на то, как все происходит, а параллельно идет обсуждение контракта Фабио Капелло, да, когда там просто миллионы. Ну, вот это неприлично. Миллионы. Я абсолютно согласна. И понимаешь, опять же... Более того, я вчера вообще в шоковом состоянии была. Я, конечно, не такой футбольный болельщик, как ты. Я, скорее, хоккейный. Я была в шоковом состоянии, когда я прочитала вдруг, что футбольный союз вдруг поддержал Фабио Капелло. Ребят, о чем ты? Нет, ты понимаешь, ладно, футбольные дела, но там ведь есть дела денежные вокруг этого всего. У него действительно один из самых больших контрактов в мире вообще, да? А эти деньги, мы прекрасно понимаем, что такое, да? Они идут от бизнесов определенных людей. Эти люди умеют считать деньги, поверьте, они в другом месте найдут, где взять. И, скорее всего, они возьмут это где-то возле какого-то места. Поэтому удивительно, что они никуда это тратят. Я правильно понимаю, если отставляют как бы Капелло, то ему должны выплатить... Невероятную компенсацию. Это просто миллионы и миллионы, и миллионы, и миллионы, и миллионы. И вот, ты знаешь, когда вот эти самые люди потом начинают говорить о морали, законы какие-то, которые якобы там должны ограничивать каких-то людей, потому что они якобы себя аморально ведут, мне кажется, что, ребят, кому-кому, но не вам говорить о морали. Ну, просто это неприлично. Ну, просто некрасиво. Да. Ну, давайте, раз уж мы заговорили о Владимире Путине, не могу не спросить вас, как вы относитесь к этой его фразе на этой неделе, сказанной по поводу грантов, о том, что вот школьников сажают на гранты, это кошмар, это плохо, они могут уехать за рубеж. Анна? Никак не отношусь, потому что, на самом деле, что касается школы, среднего образования, господа, товарищи, мы развалили такую систему образования, вот выходцем одним из последних являлась я, например, и мое поколение, что сейчас можно что угодно говорить про зарубежные гранты, не про зарубежные гранты, но мы сами ее изначально развалили. Может, просто попытка найти виноватых вот сейчас в этом считаете? Аня, я немножко застал советскую систему образования, ну, чуть-чуть, да, совсем, и все-таки учился потом в педагогическом вузе и читал эту литературу. Я могу сказать, что, наверное, физико-математическое, естественно, научное образование было действительно неплохое. Гуманитарное образование советское, оно, в общем, хромало. Гуманитарное всегда было политизированным, не забывай, пожалуйста. Да, оно из-за этого и хромало, я тебе про это говорю. Оно везде и всегда, оно сейчас менее политизированное, гуманитарное образование, расскажи мне, пожалуйста. Пока да, пока, к сожалению. Совершенно верно. Скоро будет опять, да. А что касается физико-математического, как ты сам сказал, естественно, научного направления, мы выпускались, извини меня, мы знали и физику, и математику, и химию, и биологию, и любой из нас, куда бы он не шел. Я считаю, что оно на ноль помножено. Образование развалено. У нас пятое место по ЕГЭ. Дело не в этом. Кстати, замечательно, и на самом деле в Оренбургской области, исходя из того, что мы с нуля начали ЕГЭ, с эксперимента, все на самом деле так неплохо. Я говорю про уровень образования. Я говорю про интеллектуальный уровень. Я говорю про эрудицию. Послушай, я правильно понимаю, что люди, закончившие советскую школу, сейчас у нас у власти. Ну, не закончившие советскую школу, а вот сейчас не надо передергивать факты. Нет, послушай, серьезно. Ну да, совершенно верно. Эти люди, они получили, как ты говоришь, одно из лучших образований мира. Совершенно верно. Ну вот смотри, у меня цитата есть. Никого-нибудь, а человек, который находится на вершине власти. Да? Руководитель ФСБ Российской Федерации. Когда-то, да? Ну, человек... Всегда какой-нибудь в руководитель. Я скажу, у меня, да, у меня... Смотри, у меня тут Николай Патрушев, один из самых близких, между прочим, соратников Владимира Путина. Человек, который влиятельен, правда? Он пишет, он говорит о США. Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще как страны. Знаменитый цитат на этой неделе. Его спрашивают, почему? Он отвечает, потому что мы обладаем огромными богатствами. А американцы считают, что мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Вот, а по поводу этой цитаты. Надо сказать, что, естественно, журналисты начали сразу искать, а где была эта цитата Мадлен Олбрайт? Была она в 2006 году в российской газете. В российской газете один из высокопоставленных работников рассказывал, как они применяли оккультные, подчеркиваю, оккультные методы работы. У них был генерал, который реально говорил. Сейчас я по фотографии залезу в голову Мадлен Олбрайт. Ага, Мадлен Олбрайт говорит, что России не по праву принадлежат. Это реально все на педагогах. И он, послушай, Патрушев цитирует Мадлен Олбрайт по какому-то генералу, у которого в голове говорила Мадлен Олбрайт, и он на этом основывает целую доктрину. Скажи мне, пожалуйста, при чем тут высказывание Николая Патрушева о том, что этот человек не умеет отличать то, что у какого-то в голове. С состоянием системы образования и с тем, что развалили систему образования. Ты ведь именно это хотел связать? Недостаточное знание полученное. Извини, я тебе говорю о том, что вот эта самая советская школа вот таких руководителей выдала. Знаешь, я повторю еще один момент. Во-первых, это не только советская школа. Советская школа выдала еще, и сейчас будем перечислять очень многих талантливых людей, кстати, насчет грантов. Так же, как и российская. Так же, как и российская, совершенно верно. Но общий уровень образования все равно ребенка вышедшего из школы, вот среднестатистического ребенка, был выше, чем сейчас. Извини, когда такие люди на вершине, то эти люди никогда не будут делать... Пола и Николай Патушев, расскажи мне, пожалуйста. Ну, во-первых, он ученик советской школы, у нас уже 10 секунд осталось до конца. А, во-вторых, потому что, когда такие люди на вершине, не может прогрессировать система. Ты согласишься со мной? Не могу не признаться в любви к господину Курникову за то, что он всегда может очень ловко перевернуть... Все-все-все заканчивается, заканчивается, заканчивается программа у нас. Я, тем не менее, не перевернул ее. Это правда. Он так действительно ссылался на голоса в голове. До свидания. Всего доброго.